коллимера дорогой зритель добро пожаловать в анролагон и я все-таки решил попробовать записать отряд его величества возможный я по крайней мере на это надеюсь что я эту игру в превью long dark у захаял зря возможно действительно хорошие но давайте проверим уже вместе непосредственно значит вот на что я первый ругался система управления до чувствительность мыши сто процентов и поменять это мы никак не можем вот здесь должна быть кнопочка которая применить но она не применяет то есть если здесь я могу что-то менять то есть ну а изначально здесь стояли английские субтитры английская озвучка и я нажимал применить и как бы русские применился все замечательно все хорошо это наверное надо чуть-чуть громкость общую поубавить мне нибудь до 80 так применить вот применили до возвращаемся 80 процентов то здесь у нас так не прокатит пусть я там 12 поставлю применить применить по идее вознес и нажимаем кнопку применить что мы делаем его возвращаемся обратно и ничего не происходит но бог с ним далее настройки дальность прорисовки хайд обязательно даже лучше epic визуальные эффекты путь будет хайд качестве к вертикальной синхронизации и наверно лучше отключить наглаживание лоу вот применить это тоже работает далее сложность оставим легкий инструкция дорогие друзья рады вам представить раннюю альфа версию отряд его величества вы сможете поиграть в первую главу игры проект до сих пор на ранних статях разработки и кстати он находится на кикстартере если вам она понравится вы можете ее профинансировать продолжаем много еще будет исправляться и улучшена она сюжетную линию 1 главы уже можно пройти от начала и до конца еще много всего написано что конечно я читать не буду управление спасибо за интерес к нашему проекту если вы видите в игре потенциал пожалуйста поддержите нас на кикстартере но вот ребят сами говорят об этом старайтесь следую а вот давайте вот это прочитаем тут наверно важная информация инструкции сохраняйтесь много и часто build может а можно пройти от начала до конца но периодически могут проходить критические баги хорошо усвоили сохраняться во время диалогов и боя нельзя запомним а если очень быстро скипать диалоги то это может вызвать баги возможно кстати вот это меня повесила систему мою вот потому что когда я запустил первый раз игру чтобы проверить просто тупо звук я все вот эти там диалоги скипал и может быть это действительно повлияло иногда бывает что после боя не запускается диалог из-за этого невозможно продолжить игру в особенности часто это происходит в начале локации утра чтобы понизить вероятность такого что это произойдет старайтесь не отходить далеко от стартового стартовой точки боя но если вылезет этот баг загрузить предыдущие сохранения понятном союзники периодически застревают в разных местах но не без этого когда бегаете по миру регулярно оглядывайтесь бегут я не знаю ну вообще во всех играх как бы если твой союзник отстал то он автоматически телепортируется к тебе так-то но не это ребята однозначно доработают без претензий если где-то зависит а попробуйте их толкнуть должно помочь можно их сабли рубануть вопрос ладно продолжаем старайтесь следовать от маркера к маркеру чем дальше вы будете сходить с основного пути тем выше вероятность провалиться сквозь карту а вот это уже нехорошо или словить какой-то баг ну короче не шагов лево вправо назад вперед и сказали иди значит идеи сказали стой значит стой старайтесь следовать а так это я же читал иногда на медней карте может появиться лишний маркер допустим удаляйте сохранение только из игры если откройте папку с сохранениями в проводнике windows и удалите вручную это может вызвать проблемы допустим вот такое небольшое лирическое отступление скажем так по инструкции по этой игре но самом деле информация полезная потому что вы действительно можете себе зафейлить игру и вот я опять нажал загрузить и у меня все повисло к чертям а запись то идет еще запись идет хорошо я даже не знаю останавливать ее теперь или чё с ней делать то наверное остановить и я сейчас попробую снова запустить игру потом я просто два отдельных видео я их вместе как-то смонтирую подряд сейчас еще раз вернемся в игру может а кстати значок unreal engine грозил на анриэле интересно неплохой выбор нож как мне говорили опытные люди с анриэл надо уметь работать можно сделать конфетку а можно сделать непонятно что ну да все игра на счет повисло и вообще какой-то капец происходит я наверно пока остановлю запись и продолжил без нажимания слова загрузки и я снова с вами игра все-таки да она крашнулась она была убита с помощью диспетчера диспетчера задач сейчас мы проверим наши настройки настройки у нас вроде остались те же при так еще раз применить и давайте начнем новую игру уже уровень сложности легкие применить карнет александр оболенский новоиспеченный офицер имперской тайной разведки недавно прибыл в столицу и готовился что там сделать свежие рапорты и тебе доброе утро господа пришло время выяснить что именно происходит в приграничных землях доклады и байки которые мы оттуда слышим становятся все более безумными каждый день привидения люди с головами волков сатанинские жертвоприношения мертвецы вылезающие из могил сам дьявол замечен не менее пяти раз последний особенно удивительно потому что володя даже близко не был к тем краям почти год надеюсь тебе это по-прежнему будет казаться смешным когда я тебя заставлю чистить туалеты до утра все же это наконец-то свершилось черн сошла с ума неужели мы вправду будем терять наше время прям александр пушкин иргеич сначала мы не собирались кое-какие из них нам показались даже не а это из ведьмака в аэскель по-моему недавно до нас дошли гораздо более зловещие слухи некоторым мужикам взбрело в голову что все это происходит из-за того что император утратил божью милость и если не произойдут перемены на самом верху то в скором времени нас всех поглотят нечистые силы понятно подобные дела имеют свойство выходить из под контроля если их вовремя не пресечь поэтому надо положить этому конец как можно быстрее вы поскачете в благоярскую губернию вместе потом разделитесь на две части володи и жене поедут в сам благоярск дима коля и саша вы проверите деревни и хутора в его окрестностях какие приказы определите источники этих слухов найдите агитаторов которые их распространяют и уговорите их прекратить или убейте и то и то нас устроит еще вопросы так тут нам дают право выбора я кстати заметил что я убрал сглаживание чего я не делал когда первый раз пытался игру писать и все стало выглядеть чуть получше это уже многообещающее есть вероятность того что в этих слухах доля правды мертвецы вернувшиеся с того света и чудовище вызванные дьяволом не забудь взять волшебный медальон и серебряный меч иначе сатана застанет тебя врасплох кстати наш герой я так понял вот этот парень и его так понял зовут Саша офицер тайной полиции тайной разведки империи вы серьезно? конечно и прихвати огнезащитную броню против драконов с которыми тебе предстоит сражаться понятно вы выезжаете немедленно честь имеем честь имеем ладно господа здесь наши пути расходятся удачи вам и вам что ты там увидел Саш? мне кажется там что то есть в кустах что? по моему это сундук сундук? в кустах? как он там оказался? упал с телеги? потом отрастил крылья и взлетел на холм? давайте посмотрим заперт может быть где то поблизости есть ключ? то что мы нашли сундук в какой то глуши уже достаточно странно если мы еще и клич найдем это будет вообще не сурово а Пушкин то умный и зачем нам к черту ключ? это сундук анисейф давайте его просто взломаем зачем они записать страшный звук свиста что-то внутри господи это ужасно один только меч кто использует целый сундук для хранения одного меча и зачем они его оставили тут в глуши? это кажется нормальным почему-то ну просто подумайте насколько это абсурдно блин я хочу играть за Пушкина он очень умный парень и во первых его хорошо звучали во вторых он прикольно выглядит потому что как Пушкин и вообще он трезво рассуждает то есть ну какие то не шаблонные фразы типа у этих там да один меч на целый сундук Ладно, давайте возьмем его. Он реально умный парень. Я прям это, болею за Пушкина в этой игре. Если тебе надо в долг до конца месяца, ты мне скажи, но торговать хламом это позор мундиру. Если кто-то тебя увидит, мы станем посмешищем. Так, короче, не будем из себя делать дурака. Ладно, бог с ним. Пойдемте. Потому что я вижу уже, как наши товарищи над нами в душе. Не в душе, а внутри себя, в своих мыслях насмехаются и думают, какой он странный парень. Хотя вот мне кажется, что, блин, он прав, что этот меч волшебный. Но тут, конечно, встает вопрос, насколько эта игра похожа на Kingdom Come. Если похожа, то, насколько я помню, в Kingdom Come нет магии как таковой. В принципе, вообще ничего такого. Вот, даже там квест, помню, с ведьмами, на самом деле это просто, скажем так, мистификация, да. Вот, а, да, и сейчас нас ждет очень-очень долгая загрузка до следующей кат-сцены. Подождем. А, нет, в этот раз быстро. И сразу видны просадки FPS, отрисовки и всего на свете. Имперская гвардия, мы спасены. Сам император послал их, чтобы избавить нас от этих напастей. Оттись, дурак. Ты что, не слухал? Кому тирану нет до нас дела. Замы это призраки, бесы, которые хотят обидеть госпожу. Так, что у нас тут? О, казак. В кустах. Они совсем как настоящие. Мы и есть настоящие идиоты. Руки прочь, пока я их тебе не отрубил. Вы не тронете госпожу. Мы все за нее животы положим. Должно быть интересная у вас госпожа. А тебе почем? Я так и знал. Вы пришли за ней. Сгиньте, проклятые духи. Так, и сейчас у нас начинается боевой режим. С чувствительностью мышки 100%. Да, то есть... А, кстати, в предыдущий раз мне показалось, что если мы атакуем врага мечом, то у него остаются типа шрамы. Но, я так понял, нет. То есть я увидел чувака в рубашке, на котором уже были шрамы. Видимо, так и должно быть. Так, смотрите, на левую мы бьем, а на правую мы парируем. Я не успел его спарировать, удар. Так, ну одного я убил. О, наши адъютанты тоже. Мне кажется, самая лучшая озвучка у блондинчика. Она хотя бы похожа на настоящую. Так. Давайте-ка побыстренько осмотримся, что тут вообще происходит. Могу ли я что-то тут взять? А, смотрите, а напарники за нами ходят. Это круто. Это вот, это хорошо. Они не пустые болванчики, которые стоят на одном месте. А могу ли я с тобой поболтать? Нет, а поговорить мы, видимо, с ними не можем. Слушайте, а у нас пистоль есть. Вон сзади торчит. Однозарядный, наверное, да? Так, ну ладно, он сказал поконим, значит поконим. Веди нас, Саш. Что? Почему я тут? Я думал, ты тут старший. Это твое первое задание с нами. Соответственно, мы должны понять, чего ты стоишь. В том числе и оценить твое умение принимать решения. Так что веди нас. И не волнуйся. Если ты попробуешь сделать что-то слишком глупое, мы тебе скажем. А губы-то у них не двигаются. Но, я так понял, белобрысый это Дима, а черноволосый или каштаново-волосый это Коля. А как мне сесть на коня? Давайте посмотрим в настройках. Главное не нажимать кнопку загрузить. Журнал, блок у ворот. Сильная атака, shift и mouse. Ага, так, хорошо. Выстрел из пистоля. Middle mouse button. Который у меня работает через раз. Ха-ха-ха. Бег, ходьба, взаимодействие F. Вот. Ну, кстати, что уже хорошо. Лошадь управляется мышкой. Мышечка раз, мышечка два и нормально. На shift ускорение. Убираем shift, она потихоньку так тормозит. Ну, нормально. Нормально. Возможно, кстати, игру можно еще как-то оптимизировать, чтобы не было вот таких вот эффектов, когда ты поворачиваешь камеру. Сейчас, может, есть что-нибудь такое. А, визуальные эффекты, текстуры, качество, растительность, сглаживание. А можно? Ну, вот вертикальную синхронизацию убрал и стало как-то получше. По-моему. Если я провалю ваши испытания. Не переживай. Мы прекрасно знаем, что делать с людьми, которые слишком много видели. Если что, это даже одна из наших специальностей. Прекрасно. Ты бы не ныл. Тебе повезло, что мы проверяем твои способности. Ребята, которые меня проверяли, Андрей и Юра, не знают, кто из них был более жестким. Когда я предложил передохнуть после трёх дней подряд в пути, Юра назвал меня слабаком и сказал, что у такой тряпки, как я, нет. Похоже на него. И когда я, наконец, задремал в седле на четвёртый день, Андрей отвесил мне такой подзатыльник, что я упал с лошади. Весёлые ребята. Не могу дождаться знакомства с ними. Я бы на твоём месте не торопился. А где они сейчас? Погибли на задании. Так, ну потихоньку нас знакомят с персонажами, с их историей. Видимо, мы прям совсем молодой адъютантик и офицер. Да, почему я называю его адъютант? Он офицер разведки. Не, ну в целом, в целом, да, на хайд настройках, ну не так уж и плохо. Единственное, меня вот бесит вот это вот размытие, когда мы поворачиваем мышкой хоть чуть-чуть. Но в целом, вот, например, управление лошади, это просто, не знаю, божественно. Третий слева. Моя хата с краю. Про нас каждый что-то скажет, если мы... Допустим. Ты нам что скажешь про нас же? Боже, храни вас, ваше высокородие. А, лошадь куда-то заехала. Так, она нам ничего не скажет. Он сказал, третий дом слева, вот этот третий дом. Значит, нам нужно, по идее, вот сюда заехать. Но мы не можем. Значит, заезд где-то вообще в другом месте. Подожди. Так, где у нас слева? Левого у нас вот здесь же, да? А, я неправильно посчитал. Вон дом. Вот это тоже один дом, как бы, но у него много... Ну, то есть, один участок, но много домов, да? А вот этот вот уже третий. Все. Понятно. Так, там ребята работают. Там слез. Старосты неплохо озвучен, да? Успокойся, мы здесь, чтобы вам помочь. Расскажи нам, что тут происходит. Милости прошу, присядьте. Как будто преисподней открылась, ваше благородие. По окрестностям бродит проклятое чудище, откапывают могилы и воскрешают мертвецов. Мужики, зачарованные адскими духами, стали обыденным явлением вокруг нашей мирной деревушки. И это проклятая ведьма. Ох, Господь, помилуй нас, грешников. Грядет конец света, я вам клянусь. Извольте, ваше высокородие. Надеюсь, вы не побрезгуете крохами, кое у нас есть. Ни в коем случае. Благодарим за ваше гостеприимство. Вы оказываете нам честь, ваше благородие. Так, чудовище, разбойники, ведьм. Давайте сначала про разбойников. На нас напали какие-то странные разбойники на подъезде к вашей деревне. Вы знаете, кто они были? Знаем, ваше благородие. Да, ведь они были обычными мужиками, но теперь заворожены они дьявольской силой. Понятно. Они из этих краев? Нет, ваше благородие. Они странники, зачарованные этой окаянной ведьмой. Она заворожила их мысли. Теперь они ошиваются вокруг нашей деревни, воруют наш урожай и скот и пристают к нашим девкам. Нашим ребятам пришлось оружие взять, чтобы не подпустить их сюда. На удивление обыденное поведение для дьявольских духов. Они кричали, что охраняют какую-то госпожу. Это та ведьма, про которую ты говорил? Да, ваше благородие. Но никакая она не госпожа. Проклятая чародейка она. Ну, расскажи нам про ведьму. Расскажи нам про эту вашу бедню. Ох, эта блудница виновата во всех наших бедствиях. Ну, тром чую. Так и есть. Когда-то она была обычной старухой, нашей целительницей. Она жила в той избе на холме всю мою жизнь. В основном держалась сама по себе, но доселе никому не вредила. Мы ходили к ней, когда хворали, и она давала нам травы и зелья. Но одним днём, по весне, она исчезла без следа. Два месяца её не было. Сваталась дьяволом, знамо. Этот рассказ к чему-то ведёт? Да, ваше благородие. Две недели назад она вернулась. Но она поменялась. Каким образом? Её волосы когда-то были редкие и седые, а сейчас густые и черные, как ночь. Её лицо. Её глаза, как и были, синее, как небо чистое. Но лицо её теперь, как у молодой девицы. Её груди. Когда-то старые, висячие. Теперь они большие и пышные, как... Чуть-то ты на её грудь смотрел, старый кобель. Ты чё, тупая баба? Она меня приворожила. Я богобоязненный человек ваших, богобоязненный человек. Она меня настроила на злые думы, признаю. Тебя и всех остальных мужиков в деревне. Не говоря про её проклятых слуг. Потаскуха дьявола, она, ваше благородие, клянусь вам. Ха-ха, пошли. Эта ведьма кому-нибудь на самом деле навредила? Да, ваше благородие, она пыталась. Она пыталась. Но мы ей не дозволили. На день опосля её возвращения, она спустилась со своего холма в деревню, чтобы почать своё злое колдовство. Наши мужики. Они ослабли, завидев её. Зачаровала она их своими окаянными силами. Пыталась совратить их мысли. Но мы, бабы, мы отстояли своё. Мы ей сказали, что дьявольская потаскуха нам тут не нужна. И среди богобоязненного Люда. Она пыталась спорить, но мы не слухали её враньё. Мы погнали её святым крестом. Ну и на всяк случай палками и камнями. Наши мужики ныли поначалу даже говорили, что она девка хорошая. Но мы указали им на её дьявольщину. И тогда их думы вернулись к дому и семье, где им и место. Давай про то, как она кому-то навредила. Ну, возможно, просто девушку обругали. Глупая деревенщина. А она была вынуждена искать себе защитников. Но, с другой стороны, её называли госпожой. То есть это уже больше на культ похоже какой-то. Эти чудовища, которых ты упомянул. Расскажи поподробнее. Да, ваше благородие. Это началось около месяца назад. Как-то ночью мы услыхали странные звуки из леса. Ночной лес всегда полон странных звуков. Нет, ваше благородие. Это были крики. Не людские, пронзительные крики. Я и несколько молодцев из деревни. Мы подкралися, чтоб поглядеть. И узрели проклятых чудищ. Они походили на людей, но с головами волков. С огромными красными очями, горящими адским пламенем. Их вожак был воистину огромен. Ростом три человека. И с рогами. Гигантскими, жуткими рогами. Или помыслить, ваше благородие. Это было не просто чудище. Сам дьявол разроди меня громом. Он поглядел на меня своим дурным оком и так... Хватит. Начинай сначала. А? Чего? В этот раз не забывай, что вранье имперскому офицеру подлежит высшей мере наказания. Высшей мере? Что это значит, ваше благородие? Если соврешь нам еще раз, мы тебя повесим. О, молю, пощади, ваше благородие. Я... Ты видел этого дьявола или нет? Нет. Но остальное... Остальное сказал, как было. Ты видел людей с головами волков? Нахажи меня, бог, если вру. Мы их увидали и побежали. Побежали, чтоб было сил. Что-нибудь еще необычное было? Было. Деревенское кладбище около леса. На той неделе среди ночи что-то вскопало часть могилы. Они что-нибудь взяли? Мощик и там покоились. Могилы были опустошены. Может быть, грабители? Грабители? Мы бедные люди. Мы не хороним наших покойников ценностями. И на кой грабителю мощи? Нет, ваше благородие. Это бесы из-за ада. Воживляют мертвецов для своих злых целей. И я как знаю. Последний вопрос. Мы слышали, что в этих краях есть люди, которые считают, что государь виноват во всех этих несчастьях. Никто тут ничего такого не сказал бы. Мы все как один любим императора батюшку, как отца родного. Да, ваше благородие. Вы не услыхаете такой моллы в этой деревне. Но где-то вы все-таки слышали подобные разговоры. Помилуй, ваше благородие. Мы богобоязненный люд. И не столь глупы. Ну ладно, они не хотят с ознанку играть. Благодарим за информацию. Мы постараемся выяснить, что тут происходит. А вы пока помоете и накормите наших лошадей. Слушаюсь, ваше благородие. Да, хорошо быть императорским разведчиком, офицером. Пришел такой и сказал, накорми мою лошадь. И меня накорми. И всех накорми. Ну-ну. Последний раз я слышал подобные байки в детстве от бабушки. Но они должны же быть на чем-то основаны. Понятно, что он преувеличивает, но вряд ли он выдумал все. Мы уже встретили этих разбойников. И пустые могилы будет несложно проверить. Меня больше интересует эта ведьма. Если она хотя бы наполовину соответствует описанию, хотелось бы на нее взглянуть. Неудивительно. Вперед, Саш. Я знаю, зачем ты хочешь на нее взглянуть. Молодой офицер. Так, ага, в этой игре, наверное, в здание входить нельзя. Да? Так, а, на shift мы переключаем. Окей. Так, могилы в лесу. Вернее, окла. Требуется ваша помощь. Ты что, немец? Экономия превыше всего. Давай. Я купец, застрявший в этой деревне, из-за того, что на моей телеге сломалось колесо. Может быть, вы мне поможете? От нас-то ты что хочешь? Мне надо, чтобы вы принесли мне 15 волчьих шкур, 30 слитков железа и 50 букетов диких цветов. Как именно эти вещи помогут тебе починить телегу? И что тебе мешает нанять для этого местных? Не надо в это вдумываться, господа. Вы принесете то, что мне надо, или нет? Да ты спятил, что ли? Мы что, выглядим, как будто нам нечем заняться? И у нас нет на это времени. У нас нет времени на подобную ерунду. Ну, если вы хотите сэкономить время, может быть, вы мне просто денег дадите? Таким образом, вы все равно получите награду, и вам делать ничего не придется. Да как ты смеешь? И ты не похож на человека, нуждающегося в деньгах. Да что вы! Напротив, я омерзительно богат, но всегда пригодятся еще. Может быть, вам будут интересные доспехи для ваших лошадей? А, или форма другого цвета? Может быть, вы хотите увидеть меня в бюджет? Я не гордый человек, господа. Я готов буквально на все ради денег. Пойдемте отсюда, пока я не сделал что-то, о чем я потом буду жалеть. Блин, вот это клевый диалог, мне прям понравилось. Человек без принципов и офицер, который... Мне нравится этот персонаж. Такой прям торгаш-торгаш. Здорово. О, качельки двойные. Так, мадамы. Какие красавицы. А, это они про нас говорят, какие красавцы, не то что наши хлопцы. Окей. Но, в целом, да, мы, конечно, выглядим неплохо, но иногда такую чушь несем. Особенно главный герой. Так. Блин, честно, уже на моих часах без 20 минут 12-го. И что-то за сегодня я так наездился, скажем так. Вот. Конечно, были поездки приятные, но все-таки это выматывает. И я думаю, сейчас, не знаю, найдем либо могил, либо эту ведьму. И на этом закончим. А ты что за босяк? Ну и что теперь? Что ведьма? Что? Что ты сказал? Я не успел прочитать, пока я болтал. Оно говори. Видишь, мои парни тебя окружили. Ха-ха-ха. Так, они сказали, что ведьма живет особняком. Где-то одна. Так, а вы на час, мать, нажмите F, чтобы взаимодействовать. Да, туги наши дела, братец. Осколки мы соберем, а вот горшки обратно уже не склеить. И что же нам теперь делать? А может, хуй с ним? У меня еще осталось. Да что ж ты молчалка? Как нельзя. Нельзя так говорить. Ваше благородие, здравы будете. Что тут случилось? Бесы, Ваше благородие. Бесы? Да, Ваше благородие. Налетели, как из преисподней, да на телегу накинулись. Еле отбились, я клянусь вам. Ага. Бутылками отбивались? Так это мы победу празднуем? По имени его величества императора. Точно, так и есть. Ладно, черт с вами дураками. Бывайте. Господа хорошие, мы бы это и за ваше здравие выпить хотели бы. Да вот, не на что. Может, это на полбутылочки? С вашей милости. Не, не наглейте, ребят. Не наглей. Виноват, Ваше благородие. Ну тут это, понимаете, дело такое. Мы... Пшел вон пьяница. Что непонятного? Как скажешь, Ваше благородие. Ну, я думаю, что офицеры бы так и поступили, они бы не стали бухать с какими-то деревенскими ребятами. Хоть они, конечно, и молодые повесы, да? Как там раньше... Говорили о молодых ребятах, да? Что они там любят покутить, стихи почитать девчонкам и все такое. Вот. Но я думаю, когда они на задании, они, конечно, ведут себя как надо. Тем более, когда дело касается чуть ли не государственной измены, да? Ух, это ведьма окаянная. И за что нам такие страдания? А где ведьма-то сама? Вот это ее дом. А, нет, тут какой-то гончар живет. Вон два гончарных круга. Так, а что у нас вообще за... А, вот, наверное, дом ведьмы. Все. То есть нам тупо по дороге надо идти. Ну, дойдем до ведьмы и... И закончим. Нам ее так расхвалили, что, конечно же, надо посмотреть на... На то, чем она гордится. И на что так внимательно смотрели местные мужики. Я, конечно же, говорю о ее волосах. Люблю черноволосых. Если верить старости, дом ведьмы должен быть на этом холме. Интересно, он на курьих ножках? Скоро узнаем. Староста говорил про густые волосы и большую пышную грудь. Такая злая магия как раз по мне. Ты не опасаешься? Чего? Что она тебя в лягушку превратит. Ты читаешь мои мысли. Со мной все будет в порядке. К тому же, все, что вам надо будет сделать, это отнести меня к принцессе, чтобы она меня поцеловала. Это работает только при настоящей любви. А почему бы меня не полюбить-то? Да, конечно. Но в любом случае, я думаю, я лучше поселю тебя в своем пруду. Рад слышать, что могу на тебя положиться. Не переживай. Я тебя буду кормить только самыми лучшими мухами и комарами во всей империи. Друг как друг. Знаете, вот эти ребята и их диалоги, они мне почему-то очень сильно напоминают героев из романа Стивена Кинга «Темная башня», когда рассказывали про детство Роланда, главного героя. И вот там тоже их было три друга, Роланд, Алана и Катберт. Алан был такой холодный, рассудительный, как вот этот парнишка. Куда ты от меня убежал? Да, Алан был такой спокойный достаточно, Катберт наоборот был шутник, любил влезть в какие-то неприятности. Ну и Роланд, собственно, их, ну даже он чем-то похож на Алана был, такой же достаточно разумный, но и в то же время вспыльчивый. Вы что, дураки что ли? А можно как-нибудь было обойтись без битвы? О, сделали. Да почему в париже мне это не работает? О, ничего себе, он отъехал от моего сильного удара. Слушайте, а смотрите, Коля какой этот Рэмбо, он там двоих зарубил, еще и моего пришел рубить. Видимо, он лучший мечник у нас в группе. Николай, мое почтение. Да, вот самое главное, просто не переживай, что мы убили твоих сторонников. Ты особенно переживаешь из-за того, что мы только что убили твоих стражников. Стражников? Конечно, можно их и так назвать, и возможно, от них даже была своя польза. Но так как я женщина, живущая одна, у меня были смешанные чувства по поводу вооруженных мужчин, околачивающихся возле моего дома. В особенности, учитывая, что моим мнением на сей счет, никто не интересовался. Деревенские уверены в том, что ты заворожила этих людей. Да что вы говорите, богатые у них воображения, ничего не скажешь. Очевидно, что ты знаешь этих разбойников. Кто они были? Знаю. Это, возможно, слишком громко сказано, господин. Они приперлись ко мне две недели назад, изрядно выпившие, и объявили свои намерения мною овладеть. Для людей без очевидного образования, они были на удивление красноречивы и подробны в описании своих планов на меня. Они тебя обидели? Они были твердо уверены в том, что я буду просто без ума от наслаждения, которым они собирались меня дарить. Как вы можете себе представить, я не была в таком же восторге от этой перспективы. Поэтому я поинтересовалась, не проинформировали ли их местные о моих нечистых силах. Они ответили, что они не боятся по тоскуху дьявола. Как они столь поэтически выразились? Я отметила их храбрость, но затем спросила, не боятся ли они самого дьявола. Разве он не накажет тех, кто посмел позариться на его собственность? Что произошло дальше? Очевидно, торопясь осчастливить меня своим обществом, они не учили этот момент. Некоторые выразили сомнения, которые переросли в опасения. И в конце концов превратились в полноценные дебаты. После того, как словесные аргументы иссякли, они продолжили решать свои разногласия физическими методами. Я ждала, задержав дыхание, пока они не достигнут консенсуса. К счастью, сторона, которая была против того, чтобы осквернить меня, у тями, которые приличия не позволяет озвучить, одержала веру. Они решили разбить лагерь около леса и обдумать этот вопрос в течение ночи. Я дала им зелье, чтобы успокоить их нервы и искренне надеялась, что никогда их больше не увижу. Но они вернулись. На рассвете следующего дня. Я опасалась худшего, но вместо этого они упали на колени и молили меня отозвать дьявольских слуг. Естественно, я была ошеломлена, но ответила, что им нечего бояться, при условии, что не будет тронут ни один волосок на моей голове. Возможно, следовало выразиться по-другому. Потому что после того, как они закончили обильно благодарить меня за мое милосердие, они решили никогда от меня не отходить и никого ко мне не подпускать. С тех пор они так и жили около моего дома и очень дотошно собирали все мои волосы, которые падали на землю. Так, ну, во-первых, у нее очень много украшений на шее, на ушах. Для деревенского жителя это очень круто. Особенно тех времен. То есть, такое могла позвать себе такая достаточно благородная дама. И говор у нее, ну, однозначно ученый. То есть, видимо, девочка получала образование. Что тоже, по-моему, на тот момент, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, в те времена образование мог получить только мужчина. И только если он либо проходил военную службу, либо учился где-то за границей. Ну, женщины учились там, видимо, с помощью каких-то наемных учителей. Но это стоило денег. Да, если вспоминать там какой-нибудь... Ну, я сейчас не могу сказать точно. Но вот какой-нибудь «Войну и мир», да. По-моему, там у знатных дам были свои преподаватели в доме, да, которые там жили, которые скучали. Так, ладно. Слетись, отчего они такие... А, отчего они так переменились. Что их заставило так перемениться? Они были под впечатлением, что дьявол послал за ними чудовищ в кару за угрозы в мой адрес. Что-то про привидения и людей-волков или тому подобное. Что именно они увидели той ночью, я не имею понятия. Ну, давай спросим про чудовищ. Ты знаешь что-нибудь про этих чудовищ, о которых тут все болтают? Только рассказы, которые я слышала среди своих бывших охранников. Что-то про людей с головами волков, что кто-то вскопал могилы на кладбище. И про того бедного парня, которого что-то разорвало на куске четыре дня назад. Староста ничего про это не знает. Да-да-да, кстати. Интересно. Я не смею любопытствовать, господа, но я сомневаюсь, что три имперских гвардейца прискакали сюда из-за каких-то местных суеверий. Возможно, я могу быть вам чем-то полезной? Кто-то распространяет слухи, обвиняя государя во всех тех ужасах, которые якобы тут происходят. Ты ничего об этом не слышала? Я тут недавно, но мои так называемые защитники упоминали какого-то мудреца, что он открывает глаза угнетенным, или что-то в этом роде. По сути, они из-за него тут и оказались. Они шли, чтобы с ним повидаться. По-моему, они говорили, что он на хуторах около старого монастыря. Я знаю это место. Отсюда несколько часов верхом. Благодарим за помощь. К вашим услугам, господа. Коля, по-моему, там вроде в разговоре было, что он из этих мест, так он здесь давно не был. Блин, я забыл, как второго зовут. Ну, неважно. С тобой можно еще раз потрындить? Господи. Это была моя бабушка. Она тут жила всю свою жизнь. А я выросла в городе с папой. Она приехала ко мне в гости несколько месяцев назад. Но, к несчастью, заболела и умерла. Да, хороший вопрос. А зачем ты здесь-то, собственно, начала жить? Как ты очутилась тут? Мой папа умер этой зимой. Я не знала, что у него были существенные долги, и он дважды заложил наш дом. У меня нет других родственников. И когда пришли кредиторы, мне некуда было идти. Вот я и решила поехать сюда, в дом бабушки. Я жила тут летом, когда была маленькой, поэтому я хорошо знакома с этими местами. Да. К тебе пришли кредиторы, но при этом ты оставила все... Как это? Украшения себе, да? Угу. Угу. Ты слишком грамотно разговариваешь, чтобы быть из этих краев. Кем был твой отец? Он был купцом, а я его единственная дочка. Конечно, он старался дать мне самое лучшее образование, которое мог. Вдобавок, я многому научилась о травничестве от бабушки. Я подумывала о том, чтобы заняться ее ремеслом. Так ты вроде уже занялась им, ты же давала тем охранникам своим, да, какие-то настойки. Что произошло между тобой и местными? Почему они думают, что ты злая ведьма? Я прибыла сюда ночью, и на следующее утро спустилась в деревню, чтобы познакомиться с жителями. Я привыкла ко вниманию. Но тут мое присутствие вызвало настоящий ажиотаж. Все мужики бросились меня приветствовать. Но перед тем, как я успела полноценно представиться, эти кикиморы накинулись на меня. Они меня обозвали всеми грязными словами, которые я знаю, и многими, которых я даже никогда не слышала. Потом они начали кидать в меня камни и угрожать меня убить, сжечь на костре, если быть точной. У меня не было выбора, кроме как убежать обратно сюда. Я понятия не имею, по какой причине эти женщины так меня возненавидели. Я вижу парочку причин. Очень даже неплохой формы. Господи. Что ты несешь, офицер? Думай головой, а не чем ты там думаешь. Ну давай, да. Кроме шуток, я бы на твоем месте слегка прикрылся. Реакция местных неудивительна. Их реакция – это их проблема, господин. Все женщины любят внимание. И не по своей вине я привлекаю больше, чем остальные. К тому же, я никогда не знаю, когда мне доведется встретить храброго, симпатичного офицера. Ах ты лиса! Деревенские тебе причинили какой-нибудь вред? Помимо нескольких синяков, нет. А вскоре появились эти разбойники и больше никого ко мне не подпускали. Теперь, после того, как вы так галантно меня от них избавили, мне остается только надеяться, что местные ко мне остынут. Надо бы убедиться в этом. Надо бы прикрыться сначала. Чтобы местные остыли. Благодарим за помощь. К вашим услугам, господа. Коля, ты куда побежал? Уже к ней в хату? Так, господа офицеры. Кружите даму. Я хочу ее допросить. Коля, стоишь не там, где надо. Ничего себе тут хитбоксы. Смотрите, насколько я далеко от нее стою. Так, ну осталось исследовать деревенское кладбище. Но этого я делать пока не буду. Блин, хочу сделать красивый кадр. Чтобы мы втроем и... Это дама. Почему они так далеко от меня отбегают? О, ну наконец-то вы встали так, как надо. Как я хочу. Не знаю, зачем я это фотографирую. Ну, знаете, кстати, графика, ну в принципе, не четок. Если вот не вот это вот... Да, вот сглаживание. Да, ты поворачиваешь. В целом нормально. Ну, конечно, она выглядит довольно доступной, но мне кажется, что потаскуха дьявола это перебор. Я был бы не против узнать ее получше. Жаль, что мы торопимся. Мне показалось вполне хорошей девушкой. И совершенно неудивительно, что местные женщины от ее присутствия не в восторге. Куда более удивительно, это преданность мужиков, которые ее охраняли. Что-то тут не так. Так, я много повидал испуганных людей, но не таких, как эти. Может быть, дело не в испуге? А в чем? Ты ее видел? Ничего такая. Ничего? Если бы нас с Сашей тут не было, ты бы узнавал ее получше прямо сейчас. Ну, я бы ее, конечно, трахнул, но не стал бы за нее умирать. Эти мужики сделали наоборот. Вот чего я не понимаю. Ты никогда не видел, чтобы мужчина отдал свою жизнь за красивую женщину? Видел. И никогда этого не понимал. Зачем я даже пытаюсь? Нам надо найти этого мудреца на хуторах. Но сначала меня интересует этот парень, которого якобы разорвали на части. Давайте спросим местных. Ну да, правильные мысли глаголишь. Так, надо запомнить. Короче, Коля это у нас белобрысый, а чернявый это у нас Дима. Все, запомнили. А я Саша. А еще я Максим. И на этом все. Своё мнение об этой игре вы можете оставить в комментариях. Каково мое мнение. Игра достаточно красивая. Есть интересные диалоги. Оптимизировано плохо. Хорошее управление конем. Плохая боевка. Некоторые персонажи переигрывают в свои роли. И в целом это все просто пока что я успел увидеть в этой игре. Ну и вроде как достаточно... Ну нет, не очень большая локация. Вот это вот у нас значит, я так понимаю, кладбище. А вот это дом ведьмы. И хутор. И в принципе тут больше ничего и нет. Но видимо это первая глава, и поэтому естественно нам много чего не покажут. И спасибо вам за внимание. Всем пока-пока. Не болейте.